Всем привет! Вы на канале AlkaFill И сегодня у нас будет обзор и дегустация На блендированный виски Джонни Уокер Blended Batch Wine Cask Blend Это первый Бленд виски на канале До этого были только сингл молты Ну и водка и коньяки А это будет Купаж, так сказать, зерновых спиртов И солодовых Я уже налил В бокал Напиток до начала съемок Он уже немножко поэрировался Нанасытился кислородом Эту бутылку Которую, кстати, год розлива, знаете какой? 9, 08, 17 года Я открыл в сентябре Так что она 2 месяца Уже Вот в таком состоянии Находится Поэтому Он уже максимально Насытился кислородом Так Чего я могу сразу сказать Что это непростой Джонни Уокер Он выбивается из линейки Там Red Label Black Label Green Label А он как-то идет у них Так вот отдельно Я еще видел Вот Wine Cask И Bourbon Cask И могу сказать сразу Что он мне понравился Больше, чем Red Label Потому что Red Label Это вообще какая-то жесть Пить даже неприятно А вот этот приятно пить Значит он заточен под коктейли Потому что даже на обратной стороне Не вкусовые характеристики описываются его А немножко про мастера дистиллерии Точнее про тех людей Которые делали этот бленд Отбирали там бочки Пожировали И сразу идет Два рецепта коктейлей Так что они сразу говорят Нет, ребят, это не напопить Это подмешать в коктейльчике Значит крепость у него 40 Коммерческая Объем бутылки 0,7 Но бутылка отличается И от Red Label И от Black Label Она как-то пониже И поширен в плечах Классическая наклейка По диагонали И здесь все в таких вот Винных тонах Как вот Бордо Когда только вот открыли Эту бутылку Пробка на закрутке И я понюхал Как пахнет виски Из Ну так, из горлышка То мне аромат сразу понравился Потому что он Мне Мадейру напомнил Он был очень сладкий И винный А вот сейчас Когда там уже осталось на дне И по сути-то он выдохся Раньше был аромат ярче Сейчас мне напоминает Это какой-то такой Бордо В бокале После Часа сидения В ресторане Когда оно уже так Раскрылось И уже начало выдыхаться Но не самое лучшее Бордо И вот из долины Напоминает что-то запах Но он все равно сладкий Но уже не такой Как в начале Вот сейчас такой Запах стал посуша Вначале он вот пах Из бутылки Замечательно И я думал Что и такой же он будет В бокале Но потом Он из бутылки понюхал Налил Он постоял немножко Нюхаю из бокала Из бокала Почему-то он не пахнет Вот уже так же Как из бутылки Вот из бокала Он пахнет Таким дешевым Блонгированным виски С небольшим намеком Что это Не ред лейбл А вот с небольшим намеком Вот на такую Винную бочку Вот кстати Из бокала Он более сладкий Я не знаю С чем это связано Но если вы Купите этот Блент То нюхайте Из бутылки Вот из бутылки У него запах Приятный Ну скорее всего Тут как бы Большой объем воздуха А горлышко маленькое Концентрируется И более насыщенный Потому что Даже вот в таком Специализированном бокале Запах Как бы неоченый Тут и спиртозность Присутствует Спиртозность присутствует Вот даже Через месяц Я даже сказал Что еще больше Она проявилась Потому что Как-то этот Напиток Рассыпался За эти два месяца Он сделал Для того Чтобы открыли Выпили И забыли И да Это видео Кстати снимает Для тех Кому 18 лет Видео не является рекламой И почему я решил На Блент сделать Это такой эксперимент Его посмотрят Людей больше Чем на Какие-то Односолдовые Виски Или наоборот Меньше Он никому Не будет интересен Ну Не выбрал я Какой-то там Супер популярный Там White Horse Red Label Black Label А вот взял Такой Как-то средний Потому что Не во всех магазинах Кстати Вайнкас продается Кстати А цена его Примерно 1300 рублей По-моему Я вот видел 1390 Ну В крупных сетях В двух сетях Видел Не буду говорить Каких Ну вот Значит Аромат Классический Вот этот Запах дешевой Виски Причем Из региона Хайланд Вот мне Напоминает Это Такое Небольшое Жжение Есть Немножко Специи Древесиной Пахнет Такие вот Вишни В шоколаде И конфеты Вот знаете Изюм В шоколаде Вот что-то такое Но это не Прямо Такие запахи Как от какого-то Бочкового Односолной Виски Они есть Но они Очень-очень Слабо уловимы Потому что Этот виски Не создан Для того Чтобы сидеть И нюхать Наслаждаться Ароматом И вот Какая-то Ягодная Типа черники Черной смородины Рябины Чернохлодные Есть Такое В аромате Ну и вот Большой Горький Шоколад Вот И Намек На Такое Красное Вино Бордо Вот Вино Действительно Пахнет Возможно Они Этот Бленд Потом Сезонировали Когда Расмешали Уже Сезонировали В Несколько Месяцев Может Один Месяц В бочке Из Вина Кстати Вот На Этом Стороне Вкусовая Карта Значит Чего У него Фреш Нет Вообще Ноль Пити Нет Спайси Тоже Нет Значит Фруктовость И Древесность Типа На Четверочку Остальное Ну Спайси На Двойку Получается А Остальное Вот Молти Пити И Фреш На Ну Не Знаю Фреш Да Это Вообще Тут Нет Ни Апельсина Ни Ни Цедры Никакой Ни Лайма Ничего Нет Ни Кокоса Ни Выпечки А Вот Такой Вот Ну Там Два Три Ноты Шоколад И Темные Яблоки Ой Темные Ягоды Давайте По традиции За Подписчиков Канала Локофин Небольшой Глоток Ну Кстати Жжется Вроде бы И Стоял А спирты Жгут Рот Ой Ху Они Такие Дершистые Колючие Это Потому что Из-за Зерновых Вискоградсных Спиртов Они Хоть Там Стояли Гармонизировались И в бутылке Сколько-то Время Прошло Но все равно Они чувствуются Вот эти Зерновые Спирты И на Послевкусие Вот это Водочные Водочные Послевкусие Вот эти Воскоградсные Спирты Прям Сушат На Послевкусие Вот это Вот очень Неприятно Вот даже Самый Дешевый Односолдый Виски Он И на Вкус Будет Мягче И при Проглатывании Не так Сушат А тут Водка С каким-то Химическим Привкусом На Послевкусие Вот такое Ощущение И А сам Вкус Кстати Сам Вкус Довольно-таки Свежий Кислый И Немножко Есть какая-то Сладость Но Вина Во вкусе Вообще Не ощущается Во вкусе Ванильность Ощущается Потому что Вкус какой-то Такой Сладенький И Немножко Вишни В шоколаде Есть во вкусе Но Опять же Вот этот Вкус От виски Забивает Все Послевкусие Послевкусие Какой-то Химозный Так Характеризовал Вот кажется Что водка С каким-то Привкусом Абсолютно Вишневая Вот Что-то Такое В небольших Количествах Во рту Держать Его Приятно Кисло-сладенький И Кстати Вот Даже Не раздражающий Вкус Но При Прогладывании Вот Эти Зерновые Спирты Выходят На Первый План И Уже Подщипываю Как Так Ну Вот Послевкусие Вообще Неприятное Максимально Значит Из этого Виски Больше Чего Мне понравился Запах Из бутылки Вот Из бутылки Вот Из бутылки Он приятно Пахнет Из бутылки Это Действительно Виски Выдержанные Дополнительно В винных Бочках Из бокала Уже Меньше Запах Нравится Но Он Вообще Максимально Простой Нету Никакой Ароматики Вкус Отдельно Если в рот Вот Набрать Держать Еще Такой Сносный Как бы Напопить Пойдет Послевкусие Нет Послевкусие Очень Такой Химоз Неприятный И кстати Вот Древесина Не чувствуется Нету Тонинности Значит Тут Минимум Три года Заявленные Спирты Ну Может Они там Три года И полгода В винной бочке Наверное Сразу В винную Бочку Заливали Скорее Все Он в бурбоне Какому-то там Второго Третьего Наполнения А потом Сколько-то Бочки Из-под Вина Даже не написано Какая бочка Из-под Какого Вина Что А Вовсе Тут написано Что Спирты Из Хайланда И Из Пейсайда Ну Ну да Тут Терфинных Нету И Лоуэнд Тоже У компании Диаджи Нету Вискокурин В Лоуэнде Так Значит Давайте Выставлять Оценки Точнее Я Выставлю Этот Напиток Мне понравился Больше Чем Ред Лейбл Ну И На мой Субъективный Такой Взгляд Что Это 65 Баллов Из 100 Как По-моему Нормальная Оценка Я бы даже Сказал За Бленд 65 Получить Неплохо Ну Этот Напиток Не для Наслаждения А Для Коктейлей Или Просто Попить Его Под Шашлык На даче Ну Либо На каком Корпоративе Закупить Подешевле И Вроде бы И Виски Присутствуют В меню На Новый Год Подарить Кому То Можно Потому Что Вначале Даже Человек Не Поймёт Что Это Такое Подарили Он Джонни Уокер Это То Что Упаковка Совсем Другая Не Как Ред Лейбл Сразу Считывается Что Это Что Дешевое Блэк Лейбл Уже Дороже В Подарок Он В основном 200 Стоит По Скидкам Навряд Лейбл На Новый Год Искать За Полторы Тысячи Поэтому А Вот Этот Джонни Уокер А Все Смотрят Думают Что Это Какой-то Интересный Вайн Каз Блэнд Наверное Какой-то Экзотический Необычный Вкусный Виски По факту Это Чуть Лучше Ред Лейбла 65 Балов А Вы Были На Канале Алкофил С вами Был Я Филипп Спасибо За Просмотр Ставьте Лайки Пишите Комментарии Всем Отвечу И Подписывайтесь На Канал У меня Уже Почти 600 Подписчиков До 1000 Совсем Чуть Чуть До Свидания